Ани Авак в Армении известна как талантливая флейтистка и артистка государственного хора. Недавно в публике открылся еще один талант девушки. Они создают необычные коллажи, в которых используют материалы из повседневной жизни. Это могут быть пробки от бутылок, гвозди, куски стекла и даже тюбики от краски. В программе «Культурный обмен» я, Анастасия Логвинова, рассказываю о людях, которые не признают границ в творчестве. И сегодня мы отправляемся в Ереван. Этот коллаж художница назвала «Таун» — город. На длинной плоской дощечке они создала целый мир. Гвозди, бочонки от лото, использованные лампы и плато от старых электроприборов стали небоскребами и образовали спальные районы. Они видят свои картины в воображении, а потом ищут подходящие детали на чердаках или вернисажах. Неважно, как нарисовано, как приклеена деталь, важно передать эмоции, чтобы зритель посмотрел на картину и будто отправился в путешествие во времени. Или время для него вообще остановилось. Для меня самое главное — через мои работы донести те чувства, которые я испытала. Плоскогубцы, молоток и ножи — сегодня это главные инструменты они. Четыре года назад выпускница Ереванской консерватории создала свой первый коллаж. Оказалось, что для самовыражения профессиональное художественное образование вовсе не обязательно. Они провела уже четыре персональных выставки. Для меня это был вызов. Профессиональный музыкант принимает решение рисовать, делать коллажи. И я сделала это без страха и невзирая на критику. Мой путь в том, чтобы из обычных материалов создавать серьезные работы. Для одного какая-то деталь в картине может стать последней частью важного пазла. А для другого — это просто мусор. Многие работы они Авак создают на органическом и минеральном стекле. Их можно узнать по ярким и сочным краскам. Как признается художница, это отражение эмоций, которые она получает, выступая в хоре. Есть у Ании серия женских портретов, в каждом из которых притаилась частичка автора. Дело в том, что я очень большая фантазерка. И могу какое-то состояние представить и передать материалу, с которым работаю. То есть не всегда это образ я. Но в большинстве случаев картины — мое отражение. Создают Ании коллажи на религиозную тему. Например, на этом полотне изображена Мадонна. Ее золотой нимб собраны с частей старого кинескопного телевизора. А вот этот ангел состоит из ключей. По мнению художницы, они призваны помочь зрителю открыть нужные двери. Выставку подобных работ они мечтают провести в семинарии. Наше знакомство с неординарными творцами продолжится. С вами была Анастасия Логвинова и программа «Культурный обмен». Путешествовать по творческим пространствам вместе с нами интереснее. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok